Как вы видите, это заведение называется Laundry King, и это король стирки, понимаете, по-другому его не назовешь. Работает 24 часа в сутки, ты приходишь и стираешь свои вещички. Здесь же их упаковывают, и есть даже услуга включенная в стоимость сортировки и складывания вашей одежды, чтобы это все было красиво. Это все, обратите внимание, сколько здесь сушек. Сколько их? Сто, да? Девяносто сушек. То есть, ну, в принципе, хватит для всех жителей района, учитывая периодичность стирки. Вот, кстати, моя. Сушится одежда. Здесь одежда стирается. В общем, стоимость за все про все, получается, уходит 3 доллара стирка, 2 доллара стирка и доллар порошок, если у вас нету своего личного. И 2 доллара 25 центов стоит сушка. Закидываете, и она крутится здесь. В принципе, в условиях американской реальности это не так уж и дорого. Ну, и как бы все с этим сталкиваются еженедельно, может, ежемесячно, то, как стирается. Есть телевизор. Можно насладиться какой-нибудь передачей американской о жизни. Детишки бегают, родители сидят, тыкают. Здесь вот есть автомат. Можно купить себе какую-то еду. С голоду, в общем, нельзя умереть. Можно даже, вон, поиграть, смотрите, в определенные азартные игры, если вы верите в халяву. Смотрите, купюры лежат, которые никогда невозможно сбить монетами. Но кто-то верит в это все-таки. Кстати, так выглядят банкоматы в США. Видите, они такие маленькие, как будто компактные. Не такие, как у нас, встроенные там. То есть здесь теоретически его любой может, наверное, 2 человека его могут даже унести. Работает кондиционер. Находиться здесь достаточно комфортно. Есть даже Wi-Fi. Мне, конечно, не очень понятно, почему нельзя использовать свои стиралки. И почему их хотя бы нельзя лендлордам, то есть хозяевам квартиры, установить их у себя в квартирах, чтобы люди пользовались. Ведь это удобно. И есть определенный вопрос. Если вам срочно нужна стирка, например, вы поставили какое-то пятна на новую одежду, то у них единственный вариант выхода из этой ситуации – это использовать специальные подручные средства для ухода за одеждой. То есть вы заливаете и, можно сказать, химчистку дома делаете. Ну а если у вас такого средства нет, бежите сюда и сами стираете все. Так что, ребят, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И будем дальше вещать про Нью-Йорк и США в целом. Всем пока. До скорых встреч.